Деньги на буренку. В Чувашии владельцы подсобных хозяйств, в которых содержатся дойные коровы, начали получать субсидии. Правительство республики решило помочь сельчанам в период так называемого «большого молока», когда падают закупочные цены. Наша съемочная группа отправилась в деревню Большой Акозино Мринско-Пасадского района и встретилась с семьей, которая получила выплаты. В хозяйстве Худой Назаровых 8 дойных коров, телки, бычки и овцы. Сегодня утром сдали 68 литров молока. Вчера было 80. Надуя нестабильной зависит от многих причин, даже от температуры воздуха. Но летом все же молока больше. Каждый день Фаина Витальевна и ее муж выходят пасти стадо. Сатур Саитович рассказывает, что одну корову держать невыгодно. Чем больше, тем лучше. А если еще и государство помогает, то количество можно увеличить в разы. Ну, сейчас, например, 8 коров, когда 14-15 рублей было, ну, 30 слишком рублей у нас каждый месяц. Ну, сейчас где-то 28-29 рублей тысячи это получается. У меня уходит, которые 9 тысяч на корм скотина, корм-корм, это, это. Но остальные себя, он детям, он тоже, он учится, они. Поэтому я вот держу скотину, чтобы они учились. Не будет скотины, деревня умрет, говорит Фаина Витальевна. Молодежь разъедется, не будет развития. Сейчас поголовье коров в деревнях заметно снизилось. Многие их продают, так как держать в хозяйстве крупный рогатый скот непросто. Целый день ведь на ногах. Приготовить, накормить, убрать, подоить, да и другие летние заботы никто не отменял. Зимой вышел, покормил, напоил, навоз убрал, еще отдыхать можно. Ну вот сейчас, летом когда-то сенокоз. Вот это время очень трудно собереть. Вот мы вдвоем с женой, у сына жена есть, он дочка, они помогают. Жители Октябрьского сельского поселения одними из первых в республике оформили заявление. Субсидии уже получили собственники 61 коровы. Из республиканского бюджета им выделили 244 тысячи рублей. Сейчас на очереди выплаты собственникам еще 40 коров. Приходят заявления писать и говорят, вот очень большое спасибо. Это компенсации, это как раз то же самое сено заготовить, компенсации. Тот же компикорм купить. Я надеюсь, может люди все-таки начнут приобретать крупный рогатый скот. Всего такой формой поддержки планируется охватить 22 тысячи подсобных хозяйств. В их собственности находятся более 56 тысяч коров. Из бюджета республики будет выделено 185 миллионов рублей. Татьяна Иванова, Андрей Шоклев, Республика.